Теперь, что касается статистических показателей, то следует заметить, что вообще статистические показатели 2016 года ненамного отличаются от показателей 2015 года. То есть судебная коллегия и Верховный суд в целом сохраняют тот темп рассмотрения дел, который наметился в 2015 году. То есть в среднем рассматриваются судьями Верховного суда дела, которые пришли из арбитражной системы, в среднем в количестве около 110 дел. При этом, опять же, в среднем около трех дел они передаются на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам. Ну, для сравнения, то есть я насчитал около 33 налоговых дел, говорю около, ну, возможно, где-то я что-то там и ошибся, попутал, но в целом порядок цифры именно такой. Для сравнения, в 2015 году судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрела 28 дел, то есть, как видите, близкие показатели. При этом следует иметь в виду, что из этих 33 налоговых дел отдельные акты, то есть здесь 33, это именно акты, которые были подготовлены судебной коллегией. Вот такие отдельные акты, они, в общем, аналогичны по содержанию, и ярким примером является дело Когалы-Мавиа, по которому было три судебных акта с идентичным содержанием. То есть, фактически, повторюсь, показатели 2016 и 2015 года во многом совпадают. По-прежнему, по-прежнему, Верховный суд в лице Президиума Верховного суда не рассмотрел дела, которые пришли из арбитражной системы. Вообще, это, безусловно, странно, что за три года ни одно налоговое дело, арбитражное налоговое дело не попало в Президиум Верховного суда. Понятно, что, исходя из реформы, вообще рассмотрение дел, которые приходят из арбитражной системы, должно было быть, ну, не так часто должны были рассматриваться дела, но, тем не менее, никто не ожидал, что совсем дела, в всяком случае, по налоговой тематике рассматриваться не будут. Более того, на мой взгляд, в 2016 году было, по крайней мере, одно дело, либо категория дел, которая могла бы стать предметом рассмотрения Президиума Верховного суда. Об этом я еще скажу, но, тем не менее, по всей видимости, Президиум в ближайшее время не планирует рассматривать дела, приходящие из арбитражной судебной системы и связанные с налоговой тематикой. В общем, были определенные надежды в 2016 году, что Верховный суд будет достаточно активно выпускать разъяснения по налоговой тематике, однако, на мой взгляд, скорее, эти ожидания не оправдались. То есть, в конце 2016 года был выпущен обзор, связанный с деятельностью налоговых органов в делах о банкротстве, ну, в том числе налоговых органов. Ну, и в 2017 году был выпущен обзор, связанный со спорами по главе 5.1, точнее, разделу по разделу 5.1 налогового кодекса и по статье 269 НКРФ. Так вот, во всяком случае, споры, связанные с разделом 5.1 НКРФ, оказали большое влияние на составление данного обзора. Споры 2016 года. Так, ну, по статистике, наверное, все.